Аделия Петросян призналась, что часто обесценивает свои достижения. Фигуристка одержала победу на этапе Гранд-При России в Казани, но осталась недовольна прокатом произвольной программы. «В гонке за идеальными прокатами я часто обесцениваю то, чего уже достигла. За золотыми медалями всегда стоит труд, преодоление и удача. Завтра я снова буду на катке, а сегодня просто спасибо за всё, что у меня есть. Благодарю публику Казани за эмоции, поддержку и милые игрушки», написала чемпионка России Аделия Петросян. А прямо сейчас настало время для того, чтобы вы поставили лайк этому видео. Не пожалейте несколько секунд своего времени и поставьте палец вверх. Большое спасибо, а мы продолжаем. Илья Авербух считает, что Камиле Валиевой нужно вернуться в спорт ради триумфа. Камила Валиева – одарённейший человек, талантливая девушка. На её долю выпало такое большое испытание – проверка. Конечно, мы все бы хотели, чтобы эта история, которая развивается на глазах у целого поколения, пришла бы к такому триумфу, как в судьбоносных фильмах. Через тернии она на пьедестале, страна вместе с ней плачет и радуется. «У Камилы всё для этого есть. Огромный талант, огромное будущее впереди. Она юная девочка, всё в руках Камилы. В том, что она может, я не сомневаюсь. Дальше уже её внутренние ресурсы, желания и стремления. Думаю, что это была бы очень красивая и важная судьбоносная история. Возвращение ради возвращения неинтересно», – сказал Авербух. Тем временем фигуристка продолжает радовать болельщиков исполнением тройных прыжков, ледовых шоу, фрагментов выступлений Камилы Валиевой смотрите в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. Евгения Медведева рассказала, что не извинялась перед Этери Тутберидзе. Напомню, после Олимпиады фигуристка ушла от Тутберидзе к тренеру Брайну Орсеру, но в сентябре 2020 года вернулась обратно. Этерия Георгиевна Татьяна Тарасова ответила на критику Алины Загитовой за освещение Олимпиады 2018. Ранее Алина Загитова в интервью заявила, что считает работу комментаторов женского турнира Игр 2018 года непрофессиональной. Соревнования комментировали Татьяна Тарасова и Александр Гришин. «Это когда было-то? Шесть лет назад. Загитовой интересно говорить о том, что было шесть лет назад? Мне лично неинтересно», – сказала Тарасова. Луна Хендрикс не будет участвовать в серии Гран-при сезона 2024-2025. Хендрикс сообщила, что это связано со сложным стартом сезона. «Я хорошо провела лето, и тренировки проходили достойно, но, несмотря на это, я чувствовала, что прогресса нет. По мере приближения сезона давление росло, и это работало против меня», – рассказала спортсменка бельгийскому спортивному изданию. Хендрикс снялась с этапов Гран-при и планирует выступить на турнире в Хорватии с 4 по 7 декабря. В январе 2025 года спортсменка собирается на чемпионат Европы. Денис Хадыкин объявил, что завершает спортивную карьеру. Хадыкин – бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года, а также призёр этапов Гран-при, двукратный призёр чемпионат России в паре с Дарьей Полюченко. С июня 2023 года выступал с Таисией Сабининой. «Я заканчиваю спортивную карьеру. Устал, пора двигаться дальше. Вижу себя в роли тренера. Уже месяц работаю в команде с Юлией Липницкой. Получаю огромное удовольствие. Мне нравится кататься, поэтому я продолжу выступать в шоу вместе с Таисией, но в профессиональном спорте мне уже становилось трудно. Возраст и травмы», – сказал 25-летний спортсмен порталу «Спорт24». Алена Косторная заявила, что она и её партнёр и супруг Георгий Куница пропустят два ближайших сезона из-за личных дел, после чего планируют вернуться к соревнованиям. Об этом сообщает РИА Новости Спорт. «Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова. Мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», – сказала Косторная. В нашем телеграм-канале уже размышляют над тем, что же стало причиной такого решения. Что думают болельщики, можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под этим видео. Присоединяйтесь.